Какие последствия, когда мы не строим таких отношений, отношений любви? Вы понимаете, что на самом деле Писание говорит нам о любви, которая не базируется реально на сексуальных отношениях. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Писание нас учит о том, что любовь, она полноценна, включая все социальные стороны, взаимоотношения, духовную часть, не основывается на сексе только. Хотя секс имеет очень большую часть жизни человека. Поймите, да? Однажды я ужинал с одной парой, интересно, в ресторане, и еврейская пара долго уже в служении. И она говорит, слушай, за 25 лет нашей супружеской жизни я узнал, что евреи нуждаются в вещах, такие как секс и кушать. Муж поворачивается на весь ресторан, говорит, я не думал, что еда настолько важна. Вы поняли, да? Весь ресторан. Хотя, чтобы вы были здоровы, да. Хотя и момент здесь очень важен, что любовь, она не базируется на сексуальных отношениях. Любовь включается и социальные, и духовные, и отношения между супругами. И каждый из вас понимает, что, вступая в супружеские отношения, или те, кто уже в супружеских отношениях, понимают, что супружеские отношения всегда поддаются влиянию. То есть, такого балансирования. В одной стороне нужно поправить, в другой стороне нужно поправить. Это процесс, который сопровождает человека всю жизнь. И самое интересное, что поправки в супружеской жизни, отношениях, или же в характере, необходимо делать быстро. Необходимо делать быстро. Проблема, да, проблема в чем? Когда супруги затягивают поправку своих отношений, то есть, изменение каких-то частей характера, либо в разговоре, либо в отношениях. Когда они затягивают перемену в себе. Хотя понимают, многие понимают, в каком-нибудь положении. И что необходимо переменам. Особенно мужчины. Они конкретно понимают, что нужно в своей супружеской жизни. Но они оттягивают это состояние по одной причине. Потому что они мужчины. А верующие, особенно мужчины, начинают говорить, я шуахав. Ты мне это самое, здесь не давай фокусов. Я себе знаю, что делать. Писание говорит о том, чтобы мы могли прощать. Как прощать? Через два, через три, через четыре дня? Сразу. Поэтому любые отношения в семье должны решаться как максимально быстро. Не кулаком, конечно. Все побежали, поскакали. Нет. А именно решение должно быть мгновенным. То, что я хочу измениться. Перемены. И не бояться их применять. Многие люди думают, что теперь она на меня повлияла, он на меня повлиял. И теперь будут думать, что я рабыня или раб. Абсолютно нет. Это всего лишь обман, который держит нас от полноты наших взаимоотношений. Мораль Господня такова, чтобы мы могли прощать друг друга. Как Машея простил нас. В супружеской жизни это тоже важно. Если ближний твой, твоя жена или твой муж, то то отношение должно быть правильное. Зачастую чувство принадлежности, чувство «это мое никуда не денется» притупляет наше состояние, наше сердечное состояние. Если до свадьбы или во время ухаживания парня за девушкой там как бы каждый идет на поводу другого, ну, бывают какие-то терки там где-то, ну, через 2-3 минуты, через день все нормально, то когда люди выходят замуж или женятся, происходит какая-то беспорядочная перемена. «Это моя собственность, никуда не денется, как хочу, так ворочу». И притупляются. Многие путают моменты любви и ответственности. Потому что реально в еврейской культуре есть понятие рождения свыше. Мы читаем, и Шоу говорит, «Тебе надлежит родиться свыше». Если не родиться свыше, то не войдешь в Царство Божие. Невозможно. И Никодим говорит, «Стоп, как я могу еще родиться еще раз?» Он говорит, «От воды и духа». То есть понятно, от рождения естественно или нет. Но в еврейском понимании существует такое понятие, как рождение в таких восьми стадиях. То есть ты рождаешься естественно, то есть как в мир этот. Потом идет для мальчиков обрезание. То есть это еще одно рождение завета. Потом идет бармитцва. То есть еще одно рождение, которое от ребенка, то есть ты берешь на себя ответственность взрослого человека. Ты можешь рассуждать над Торой, ты уже можешь участвовать в чтении Торы, выносить ее, то есть рассуждать о проблемах общества. Потом идет понятие, как ты жених, это одно чувство. Свадьба – это одно чувство. Потом рождение, еще чувство такое, рождение, быть мужем. Жених – это одно состояние, муж – это другое состояние. И также следующий опыт – это опыт, когда ты рождаешься как отец семейства. Это большая разница. Я хочу, чтобы вы понимали, есть понятие, ты как муж, ты заботишься о своей жене, детей нет, есть взаимное понимание. А потом, когда рождаются дети, нужно уже на два фронта, то есть ты должен работать в разных направлениях. И потом рождение, как уже дедушки с бабушкой, вот этот момент. То есть, а? Седьмой, значит, семь. Семь. Свадьба отдельного. Свадьба. Свадьба. Жених. Жених и свадьба. Может быть. Но пускай были даже семь. Но эти чувства… А может быть между обрезанием и бармицвой есть такое понятие «встановление сыном». То есть имена сознания. Ну, это бармицва, это обеиск бармицва. Нет, это есть бармицва. Это сын заповеди. Я думаю, что это нормально. Поэтому как бы вот это рождение, рождение как бы такое обновление, рождение понимания должно приносить Божьи моральные устои. Если его нету, то будет проблема. Нужно решать вопросы быстро, да? Как приходит Иосиф к своему будущему тестью, говорит, «Абрам Львович, я знаю что-то самое. Вы человек богатый, у вас есть свои тандарты, но хочу вашу Сару взять в жены». Он говорит, «Ты мне скажи, что ты можешь сделать? Я сейчас ничего не могу сделать, я учу в Ешиве». Он говорит, «Ну хорошо, ты выучишься, как ты будешь зарабатывать?» Я стану маленьким ребе и «Кто? Бог усмотрит, Бог усмотрит». Говорит, и потом, когда ты встанешь дальше, он говорит, «Ну не знаю, вот Бог усмотрит, как ты собираешься кормить свою семью?» «Бог усмотрит, ну на Сару нужно как бы одевать, квартиру нужно иметь, ну Бог усмотрит, Бог усмотрит». Говорит, «Ну смотри, нужно хотя бы раз в год выезжать в отпуск, Бог усмотрит». Говорит, «Сара, давай на самую сторону, слушай, этот шлапер, говорит, такой странный, говорит, все у него, говорит, Бог усмотрит, Бог усмотрит. Ему надо все это обеспечить, он Бог усмотрит. Говорит, я тебя отдам замуж. Он говорит, папа, за что? Он говорит, дело в том, что он меня Богом называет. Да, то есть, как бы, хороший парень, но он меня Богом называет. То есть, понятно, что папа за все позаботится. Здесь нужно решение быстро сюда принимать в еврейской культуре, даже решение, оно должно быть быстрым, потому что само состояние еврея или еврейской семьи, оно включает в себя исполнение заповедей. Любить жену. То есть, это заботится о жене. Когда мы получаем договор, так мы называем по-еврейски, это ой, брачный договор? Там написано, Ткуба, там написано, что я обязуюсь обеспечить тебе жильем, одеждой и так далее. То есть, как бы, это, как бы, обещание. Но, на самом деле, это Туба является, как бы, поводом, знаете, для развода. Для развода. То есть, если даже оставлю, то тебе оставлю все остальное. это письмо было дано, как бы, Моисеем вожиточение, когда люди не хотели решать вопросы. Но в Новом Завете Ишуа говорит, что так не должно быть. Ты женился, ты берешь ответственность и должен решать твои вопросы. Конечно же, очень сложно вопросы решать, когда верующая или неверующая семья. То есть, понимаете, да? Когда кто-то из них неверующий. Тогда законы Божьи, они не становятся реальны для этого человека. Грешники что делают? Грешат. Поэтому очень важно и очень нужно для общества, особенно верующих людей, богобоязвенных людей, выбирать себе жену или выходить замуж за тех, кто в твоем обществе. Я не говорю ограничение какой-то общины. Поэтому существует много общин, поэтому мы и ездим в гости друг к другу, потому что мы хотим, чтобы сохранилось это состояние внутри общины. Я вспоминаю, как одна старая еврейка говорила, говорит, папа мне заповедовал одну вещь, говорит, посмотри, вот построили новый большой мост. И чтобы испытать этот мост, нужно, чтобы проехал поезд. и в поезде 40 вагонов, как поколение, да, поколение. И говорит, ты в этом поезде всегда как вагон. и чтобы проверить, нужно поехать, нужно пройти этот жизненный путь с одной стороны на другую. И когда едет этот паровоз, вот пошел первый вагон, второй, третий, уже 39, и вдруг на 40 вагоне мост обрывается. И этот вагон начинает тянуть весь паровоз вниз. Он говорит, так и ты. Сегодня, она девочка, это была, ты сегодня последний вагон в нашем роде. И не дай себе возможности оборваться, чтобы потянуть все на дно. все, что тебе дано родителями, храни до конца. Понимаете, да? Здесь у нас есть праотцы, которые стали примером для нас. И я бы не хотел, чтобы мы стали последним вагоном, который может оборваться. Поэтому, сохранив веру до конца, нужно двигаться вперед. Что можно еще сказать? Есть какие-то вопросы по этому? Физиологически необходимо морально подходить к чувствам супругов. Очень важно, чтобы каждый супруг имел чувствование физиологического состояния и себя, и партнеров. Есть времена, и сроки, когда возможно иметь близость, когда нельзя иметь близость. Есть духовное состояние. Духовное состояние. Очень важно тоже в супружеских отношениях иметь духовное состояние, когда мы делимся или мы соприкасаемся с духовной жизнью одинаково. То есть, когда люди входят в одну общину, или же Бог говорит не в одну общину, а имеет одно основание веры, тогда легче иметь духовный подход друг к другу. мы знаем, где мы находимся, знаем, что мы требуем, но также и в данном ситуации есть свои проблемы. Чаще всего в семьях он задает жена. И в еврейской культуре тоже можем понимать. Жены как бы это те, которые заботятся о своих детях, они фактически до бармитвы обучают детей, они заботятся о детях. Папа, конечно, ведет все как личности. забота о маме очень большая. И на нее полагаются очень большие ответственности. Понимаете, о чем я говорю? И даже уже в мессианских общинах либо в церквях он задает духовности сестры, жены. Причина есть двоякая. Первая причина о том, что Адам был ответственный за духовный рост Евы, он попал. Ева ничего страшного пролетела, как бы нормально, ей не было сильно большого наказания. Для Адама было большинство. Вторая часть это то, что на самом деле сестры открыты к Божьему духовному действию. Мужчины они те, которые приносят хлеб в дом. Всегда так было. Они работают, их задача найти хлеб, забота о доме, работа, 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 и духовная сторона притупляется. Поэтому сестры становятся балансом для мужчин. Я скажу так, что из моего опыта 90% мужчин, которые приходят в общину, они только приходят в одной причине чаще всего не интерес к религиозной деятельности, а потому что когда-то в жизни они покаялись, что-то произошло в их жизни, и жены, и все это общий семейный обряд посещения общины. Это является одним из самых больших минусов для любой общины либо церкви. Наоборот, мужчина должен стать священником, который будет вести свою семью к Богу. Это его задача рано утром не делать омлет или что-либо завтрак, кофе, а его задача приготовить атмосферу дня, помолиться за детей, помолиться за жену, помолиться за благословение. Даже в шаббат, когда хозяйка дома зажигает свечи, отец произносит основные молитвы над детьми, над женой, покрывая ее талисом. Я знаю, что многие из вас не знают сам процесс может быть шаббата, но на самом деле когда идет благословение над женой, он покрывает ее талисом и произносит благословение, читает вслух 31 главу притч. Потому что наш благочестую его жену нашел что? Что нашел? Ой, сокровище. Что вы понимали? И это важный вопрос. Также женщины воспитывают своих детей, особенно девочек, как относиться к мужям. Поэтому баланс должен быть духовный. Почему Писание говорит о том, чтобы выходить замуж за своих по вере? За своих, те, кто ближе к тебе. Не запрещается Писанием жениться или замуж за других людей. Вы понимаете, не запрещается. Хотя ссылки на Ветхий Завет мы делаем, где Бог говорит, слушай, не сливайся, не нужно с другими народами сливаться, то есть со своими. И это как перекочевалось в Новый Завет или в церкви, чтобы принято в церкви своей или в общине там жениться. Но это не является законом. Понимаете, да? Брак должен состояться на чем? Основан на любви, в первую очередь, на любви. Но опять же, любовь какая? Вот здесь разбираться нужно. Зачастую внешность, внешность всегда обманчива. За внешностью стоит воспитание, за внешностью стоит целый род наследственности и так далее. Есть выражение такое. Хочет посмотреть, какая твоя будет жена, посмотри на свою тещу. Это очень важный выбор. Очень важный выбор. говорится, когда ты покупаешь дом, ты не покупаешь свой дом или квартиру, ты покупаешь соседей. Когда ты женишься, ты женишься не только на своей жене, ты женишься и на тещу. Либо будет у тебя часто дома, либо ты у нее вызывать. Кто впервые, кому придет первым. Это очень момент сложный. И духовная часть должна быть очень корректирована. Я верю, что в общинах задачи сестер, которые в пожилом возрасте, в Писании говорит, вдовица, учить молодых сестер, молодых девушек, как любить своих мужей. Как любить своих, как их уважать, что нужно делать, как отношения. Это должно быть необходимым часть общинского отношения. Но у нас проблемы. У нас каждый думает по-своему. О чем мы говорили. Влияние теории Дарвина гуманизма влилась в наше подсознание так сильно, что феминизм стал сегодня таким пробивным движением по всей земле, что не является библейским движением. Я понимаю, что сестры немножко могут обидеться на нас, на мужчин. Что все в общинах, особенно в нашей общине, братья заняли основные позиции. Ни одного пророка нету, ни одного там, как бы, послушайте, вопрос не позиции, вопрос отношения. Я понимаю, что сестры, это одно из творений божьих, которое Бог использует в служении. И мы должны быть открыты в служении, обязаны, но мы понимаем, что есть покрывало, которое Бог установил в общинах, это духовно покрывало, это братья. Когда братьев или мужчин ущемляют сестры, своим желанием служить и пробивать идти на баррикады, они спокойно уступают. Почему? Потому что они не хотят конфликтов, не хотят вопроса. Хотите познавать, как женский вопрос решает свои дела, пойдите на привоз. Ты покупаешь что-то перевесили, тебя откроют хай такой, что вы уйдете на другой завод уже. Поймите, что это проблема того, что мы говорили, дарвинизм развил гуманизм, которое в свою очередь пришло к солидарности. И Клара Цеткин сделала специально женский день. На Пурим. культ матери наслаждался как главы семьи. думаю, что ты прав, что культ в Советском Союзе наслаждался матери, потому что Вторая мировая война унесло столько много мужского населения, что женскому половине необходимо было взять это в свои руки. Но знаете, когда мужья пришли или мужчины пришли, то им не захотелось уйти с этих позиций. И так же бывает в общинах. Поэтому если увидите ортодоксальные общины, они консервативны за счет этого. Там конкретно сестры или женщины подчиняются под мужчин. И мужчина становится главенствующим. Не в смысле того, чтобы ударить кулаком, что сказал, и будет. А то, что идет гармония духовная, на самом деле это гармония. Если мы понимаем духовное писание, мы подчиняемся без прикосновения. Потому что есть вопросы, которые сестры решают лучше, мужчины. Да? Реально. Лучше, чем мужчины. Поэтому если гармония существует, то они сделают это как благодарство, ответственность за семью и не будет упрека. Чаще всего начинаются ссоры в семье даже не на духовные темы, а на плотской и заканчиваются на духовные темы. У нас проблема, дети это делают, то у нас не случилось, это не случилось, то по причине. Мы не молимся, мы не ходим в общину или мы не читаем писания, молитвы, все что, виноват ты, почему я, слушай, я пытаюсь, ты как бы себя занята. То есть ответственность мужчины взять духовную сторону, но не перегибать палку в этих отношениях. были, До того, как начнется там концерт, что происходит? Настройка. Настройка. И что, причем это самое? 15-20 семейное отношение похоже на при концертном состоянии. Перед тем, как она гармония будет, начинается настройка инструмента. И каждый настраивает его по-своему. Нервы тоже сдают, я понимаю, но для этого есть покаяние. что вы понимали, в концертном даже настраивается при концертном настрой идет, если будет тромбон настраиваться еще другие тяжелые инструменты, то в спинт... Свой порядок настройки. физически. Физически. То есть есть духовный настрой, а есть внешний настрой. настройки. Как вы считаете, от кого зависит послушание жены? Нет. Послушайте, такой вопрос как бы интересный. Видно, что интересует. От чего зависит послушание жены? Интересный вопрос. Послушать ... если мы физически... ... делать не... понятие, что мы уже... замечаете, как выглядит жена, как выглядят дети. Одна из таких неглазинов... машина... машина... жена... по устройствам... ватина свою светской я какой-то причине то есть духовное состояние так они для одних где это дело для и по тебе семья не интересует ты работал всю ночь на кого на семью будущую можете похрапывать вы поймите что послушание жены особенно если это церковное понимание послушание семьи я сказал ты сделал не прикосновно предпрекословно как бы такое подчинение описание это чем что без слов мужья будут приобретаемы что это значит сокровенное сердце человек без слов будет приобретаем и не помните что язык это какое у нас неудержимое он находится между такими членами нашими что рот открывается несется шо хочешь что попало и если если язык не обуздан то есть не привязан к нашему разуму не привязан к нашему сердцу не привязан к торе то мы будем говорить то что мы хотим это что мы слышали все то что мы что то что мы выливаем в семью мы принесли и в эту семью извне вы поймите я воспитал был по одному моя жена была бы сильно по-другому и два разных момента мы сливаемся вместе мы создаем новую семью но в не в эту семью мы приносим то чем мы базировались всю нашу прошлую жизнь по ним поймите да и создается новые условия но если эти условия будут в наших семьях одинаковы вот тора до подписания они будут одинаковы чтобы будем воспитывать наших девушек наших наших детей наших девочек в правильном направлении что мама будет говорить что муж это глава семьи что к нему нужно уважительно относиться этот момент где мы говорим 10 таких на напутствии на жене во время хупы что когда муж приходит да накорми его пусть будет это не говорится что он голодный тебе дай ему сосиску дайте мне об этом говорится а говорит о том чтобы ты готова то есть приготавливайся к встрече с мужем одного типа мужа чтобы он не кричит корми мужа говорится еврейская мысль идет ты делай это делать могут помочь при приготовься приготовься приготовь его встречать как при потому что это когда человек какая-то хвалишь она начинает возбуждать как бы сказать гордость и даже тщеславие тщеславие поэтому даже если ты хвалишь это не говоришь правду ты его вот бы ты превозносишь да но да и вот его друзей 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 его как бы не осуждай правильно да то есть момент здесь учить девушек отношению к мужу но и так как феминизм и безбожий которое у нас было 70 лет привели привел нас тому базарного состояния это ты-то пошла да пошло то пошли все по это самое надоело все хлопнул дверью там разбил кувшин на голове все до свидания я тебе это сада и если я приду у меня будет кипа с этой стороны любить если я приду мне будут кипа с этой стороны ко мне лучше не подходить если ты придешь у тебя будки подожди хоть любой стороны ты увидишь я буду руки на боку мне все равно где твоя кипа до этот момент этот момент он присущий именно советское время не хотели то есть чет четкий я я верю что гармония скажите необходимо ну как бы сказать важно для для взаимоотношений как вы думаете внешность очень важно нет важно когда мы когда же даже в супружеской жизни внешность очень важно важно зачастую чуть бывает такой момент что когда ты еще как бы молод молодым и были мы не знаю были фонтаны не фонтаны но есть есть в в одессе есть такая присказка не фонтан да то есть знаете откуда это произошло да кто знает откуда это произошло не фонтан неправильно неправильно неправда во время когда восстановилась у одесса Французы приехали и делали скважины, чтобы доставать воду. И если вода была вкусная, сладкая, там, бюветы, да? Вонючий фонтан. Поэтому говорят, или фонтан. Это в Одессе пришло, но говорю, это вышло с Кишинева, это же недалеко. Это или что-то не состоялось, как было там в вечеринке, ага, это не фонтан, то есть никакая. То есть удовольствие. Семье тоже бывает фонтан, бьет ключом, либо не фонтан. Как прошла ночь, не фонтан. То есть от чего? Потому что от ваших взаимоотношений зависит несколько факторов. Это внешняя, внешность. Очень важно. Личная, как бы, привлекательность, влечение. Поведение. Очень важно. Супружеской жизни. Муж обнял жену, говорит, что ты пристал? Ты отступил от меня. Поведение. Уже ничего не хочется. Да. Либо, либо, это самое, муж работает, весь грязный, а жена подходит. Слушай, ни вида, ни величия. Цепись от меня. Быть, знаете, такое выражение, как бы, теплым, теплые отношения. Готовеньким, тепленьким, наготовеньким. То есть быть открытым в теплых отношениях. И важно в семье быть дружелюбным. А дружба в себя вмещает то, что есть, можно повеселиться, можно посмеяться. А также, если даже бывает обида какая-то, да, то дружба, любовь, она покрывает. Любовь покрывает что? Множество греха. То есть, если я сказал, буркнул на свою жену, грех или нет? То любовь покрывает это. Если я не вынес мусор, пообещал, не вынес мусор, то что делать? Любовь что, покроет это или не покроет? Покроет. Понимаете, да? Но если ты не выносишь мусор уже в течение недели или двух недель, и это все стоит и воняет, то уже это начинается переход уже на другое состояние. Духовности, богоухание святых начинается. Поэтому нужно думать об этом. Вы должны понимать, что если мы приступаем к все эти нормы, которые Бог установил в Писании, мы нарушаем тот баланс, и это приносит к разрушению семьи. Мы опять вернемся к тому подчинению жены мужу. А очень важная часть подчинения – это то, что Павел говорит. Мужья, любите своих жен. Равшаул об этом говорит. Вы должны любить своих жен. А любить жену, то есть ближнюю своему, начинается с того, как ты любишь себя. Как ты хочешь, чтобы к тебе жена относилась, относись к жене так же. Почему я говорю об этом? Послание, которое говорит. Отношение. У нас такая же отношение. Теперь на свою семью. Вы поймите, что это процесс, который изучается. Бум говорит так. Хочет ли Господь, чтобы мы правильно себя вели в обществе? Как вы думаете, наслаждается ли Господь, когда мы внешне, наш внешний вид, он опрятен? А нам все равно. Я понимаю, что ты в Африку поедешь, там только нижняя часть скрыта. Я не знаю, ли ты был в Африке. От того, что ты говоришь, наверное, картинок-то смотрел. Я хочу, чтобы ты понимаешь, тебе любимая рассказала. Я понимаю, ты тоже как бы... Поэтому она в Африке уже не живет. Вопрос именно в таком состоянии, как Господь желает этого. И еврейская мудрость об этом говорит. О том, чтобы мы правильно приходили перед Господом. Даже священники, которые входили в святая святых, они не имели права иметь одежду, которая была выше шиколотки. Это было смертеноподобно. Поэтому, когда мы говорим об Вьоханане, да, который погружал людей... Папа, наверное, с мамой Захарей, с Селешевой, сказали, Боже мой, что мы вырастили. Но еврейская семья так не поступает. Они не растят детей без клопоту, без мозгов. Это может быть в советское время, и постсоветское, когда до наркомании захватились, и было безбожье. Но в то время это не было так. Разве Бог не хочет, чтобы мы улыбались, то есть мы привлекали присутствие Божие? Даже когда мы говорим молитву Аарона, там говорится, чтобы Господь повернул свое лицо к нам и улыбнулся. Господь улыбающийся. Другое место говорит, поцелуйте сына, чтобы что? Отец не разгневался. Что это значит? То есть иметь расположение. Когда мы приходим в общину, и нам даже все скучно. Что это пришло? Что это делается? Но когда мы улыбаемся, когда мы располагаем к себе, когда мы протягиваем руку друг к другу, когда мы имеем общение друг с другом, тогда крома шейха очищает нас от всякого греха. Почему? Когда мы протягиваем руку, как рука завета говорит, приветствую, хорошо. Тогда мы располагаем отношения друг к другу. Если мы располагаемся друг к другу, то также мы расположены к Богу. Это взаимное состояние. И община – это проявление здесь Господа на земле. Скажите, ой, папа вроде бы римский на месте Господа на земле. Нет, абсолютно. Кагелат – это здесь община. Мы здесь – тело Христово. Мы здесь – тело Мессии. Каждый из нас, как живые камни, создаем как что? Дом духовный. Мы здесь… Если мы не имеем скрепляющих сил, то это будет проблема. Это как и в общине, мы говорим о межпухах, которым есть общинка, так же и это проецируется на межпухах, которая в семье, на настоящей семье. Если у нас нет отношения между своей женой, то и приходим в общину, это будет сразу чувствоваться. Аминь? Приведем к следующему классу.